привет друзья это четвертый выпуск видеоблога дом архитектора и мы начинаем собирать уже стены нашего чудесного дома пойдемте посмотрим что у нас вообще выходит почему я выбрал вообще деревянный дом во первых стройка в деревянном доме очень красивая то есть как приезжаешь на стройку там никто не мешает бетон там нету растворов там как бы нету кирпичей то есть все так достаточно приятно да то есть это это опилки это дерево то есть фактически они собирают то же самое что икею есть заготовленный домокомплект и ребята домокомплект собирают деревянных домов бывает множество да то есть есть срубы это там как бы бревенчатые дома которые в горизонтальном положении брусы стоят один на одном есть ну такое понятное дело что дом меня не устраивал тем более что у меня есть там дача которая сделана по принципу современного сруба здесь я хотел дом модернистский да такой прям вот просто вот современную архитектуру ее можно сделать из каркасного домостроения но каркасное домостроение меня тоже смущало потому что каркас состоит из досок доски стоять через каждые 60 сантиметров и но он как бы такой не капитальный да мне вот хотелось прям такой капитальный дом с большими бревнами я искал такую технологию и нашел этот фахверковый вариант да то есть что у нас есть посмотрите какие мощные эти бревна вот я сейчас стою и прям поражаюсь сюда кажется что мы огромный ангар собираем то есть эти бревна 20 на 20 это и есть как бы основание моего дома то есть это такой несущий силовой каркас и ребята сейчас как раз собирают этот несущий силовой каркас заполнение уже будет либо оконными проемами то есть часть из этой стены большая часть она это почти вся стена будет заполнена просто стеклянными витражами а вот это например часть сюда будет добавляться каркас на технологии то есть будет ставиться через 60 сантиметров доски и заполняться утеплителем это такой более капитальный дом чем каркас на технологии он не очень распространен в беларуси поэтому я достаточно долго искал подрядчика кто мог бы сделать такой дом и вот ребята из современный каркасный дом они даже купили специально пилу чтобы можно было резать эти брусья давайте пообщаемся с алексеем торногорским это как раз директор компании современный каркасный дом он расскажет о том чем мы сейчас вообще занимаемся как я говорил фахверковыми домами в беларуси занимается мало кто я долго искал компанию нашел компанию современный каркасный дом она известна людям по такому знаковому проекту это мультикомфортный дом в держинске который в общем-то в беларуси был один из давно ты там до что давно обязательно может мы там что-нибудь снимем пишите в комментариях хотите ли вы увидеть этот дом если это будет интересно мы сделаны не в обзор это дом который алексей построил для себя это первый энергоэффективный дом в беларуси 2 построили мы в гонолесе для клиента вот в общем-то надеюсь что 3 будет вот этот алексей расскажи как бы вообще почему вам интересен проект и интересен ли про конструктив немного этого проекта и про то какие у нас планы по строительству вообще да смотри андрей я очень рад что ты бросился к нам дай пожмите руку потому что фактор это конечно история да это вот это начало начал от каркасного домостроения это германия там четыре века назад это смотришь когда вот едешь по германии вот эти вот дома это просто прелесть ты смотришь наслаждать и ты понимаешь что дома эти могут стоять спокойно да по четыре века и ничего с ним не будет именно поэтому он более капитальный чем каркасник это была одна из причин почему я выбрал именно если посмотреть на него это конечно большие балки вот эти вот размеры 200 на 200 это большое панорамное остекление на было очень интересно но нам нужно было интересный проект и когда мы вот встретились с андреем он нам предложил мы сказали да мы сразу согласны под это дело мы пока подкупили оборудование циркулярную пилу до специальные рубанки потому что без этого оборудования нельзя сделать это необычный каркасный дом и я хочу сказать смотрится это монументально конечно сегодня последний день строители собирают первый этап моего фахверка следующий этап это будет уже часть каркасного дома который собирается из досок в связи с этим я позвал на стройку сергея ксабуцкого это собственно тот конструктор который помогал не начертить все что здесь построено чтобы он обошел объект и проверил на какие-то недочеты при проектировании здания предусмотрено два типа каркаса первый тип это тот который состоит из бруса сечением 200 на 200 народе именуемый фахверковый и второй тип каркаса это который с досок 50 на 200 народе именуемый обычный каркасный дом то есть сейчас на данный момент на объекте возведен каркас из бруса 200 на 200 основная часть его возведена еще не закончено возведение значит при проектировании основного объема здания было учтено что основная стена которая формирует гостиную имеет размеры четыре с половиной на 12 метров и и обязательно ленточное остекление по периметру всего здания соответственно применяется обычный каркас из досок тут было нецелесообразно поэтому был применен именно брус то есть из архитектурных соображений и в том числе из конструктивных если обратить внимание на вот эту стену то в принципе видно что соединение элементов бруса в принципе применил по фахверковой технологии то есть у нас соединение элементов идут в пол сечения с их дополнительной фиксации болтов что товарищи наконец я вижу контур своего дома да и могу в нем хоть как-то походить уже не просто по фундаменту а виде и высотные отметки и виде оконные проемы что я вам скажу если вы строите вообще стеклянный дом то конечно вас должен быть хороший вид здесь изначально были возможности для хорошего вида но мы все-таки создавали мне очень нравится что вот эти деревья они создают некое затенение и реально я надеюсь что солнце не будет очень сильно жарить в эти окна потому что есть зелень мы эту зелень также добавим но наверное вот этот вид из окна а а это окно сейчас я вам покажу вот это вот окно спальни кстати вот здесь вот в этой дырке будет расти тоже дерево и вот здесь будет на этом месте стоит спальная кровать и мы будем с одной стороны видеть дерево который находится в атриуме внутри дома а с этой стороны мы видим тоже деревья мы видим водоем и второй ряд деревьев а нас как раз вот оттуда совсем не видно то есть в этом была как бы моя задумка и ну наверное вот этот вид это то о чем я всегда мечтал и ну рад что сейчас эта мечта как-то воплощается в жизнь ну и в принципе вот мы стоим сейчас в гостиной зоне и здесь видно вот этот ряд это полностью стеклянная стена там находится кухня это тоже стеклянная стена и здесь стеклянная стена единственное что вы здесь вид не очень хорошие но сюда нам придется засадить какой-то ряд деревьев чтобы как бы соединить вот это кольцо деревьев со всех сторон этого стеклянного дома сейчас у нас период дождей эти дожди идут почти бесконечно и людям реально очень тяжело работать под дождем но тем не менее они даже опережают срок который сами же назвали за это им большое спасибо когда вы строите одноэтажный дом очень важно чтобы его высота была как-то сопоставима с высотой соседних домов чтобы он не терялся в застройке принципе тут все дома одноэтажные но у этих домов есть преимущество у них есть высокая крыша которая добирает эту высоту у меня дом с прямой крыши поэтому мне пришлось сделать высоту гостиной такой большой около четырех метров чтобы дом не терялся в окружающей застройке как-то с ней коррелировал и смотрелся в ней органично вот посмотрите как товарищи поднимают бревно лебедкой очень интересно на самом деле понаблюдать как они приспособились потому что но у меня не было идей как вообще можно эти огромные бревна туда затащить не выстраивая просто леса вокруг дома оказывается вот простое приспособление до смотрится очень капитально при том интересно что они эти балки собирают ну вручную да то есть не цепями лебедкой поднимают до каким-то образом на самом деле самая большая балка весит практически 450 килограмм но вот ее конечно нам придется монтировать краном все остальные они поменьше они весят где-то в районе 200-300 килограмм и ребята то справляются руками то есть фактически я сам или просто белоруссию есть крепкие ребята и с руками не но это на самом для клиентов то есть кран же не везде подъедет да то есть есть стесненные какие-то участки и ну у меня такой проблемы не было но даже если делать клиентам фахверковый дом то если избегать больших пролетов по 13 метров как мои то в принципе я вижу они руками могут реально его собрать и я хочу тебе сказать да у нас нормально идет процесс сборки потому что мы рассчитывали на три недели а мы сейчас справляемся за две да это редкость обычно решать все сроки в два раза длиннее получается а сейчас наоборот поменьше кстати тоже одна из причин почему я выбрал именно фахверковый дом этого быстросборность весь комплект готовится на производстве он приходит либо полностью запиленные в нашем случае мы делали запилы по месту что как бы сложнее лучше заказывать наверно сразу запиленный домокомплект и просто собирать его как и киевский конструктор и собирается он в районе там двух трех недель как я понимаю дом 150 метров сказать да что смотри да в любом случае мы очень глубоко изучали вот производство именно фахверков и как бы он не собирался на производстве все равно дата датачивать немножко приходится по месту да по да вот сейчас на данный этап мы собрали колонны ты видишь здесь до закрепили их и следующим этапом будут укладываться горизонтальные прогоны и потом вот эти вот большие несущие массивные 400 балки и тогда это уже будет точно выглядеть монументально но там уже берем кран то есть там трех метров пролет сейчас мы перемещаемся в центр гостиной здесь у нас располагается основная сборная площадка и если мы посмотрим она очень объемная на данный момент ребята устанавливают последние стойки и дальше мы уже перейдем к монтажу горизонтальных прогонов нет я хочу сказать сам проект по себе да просто безумно интересно да вот эти выносные консоли я представляю как мы здесь пожарим все-таки барбекю рано или поздно надеюсь у нас внутри находится по периметру 29 столбов мы их выставили раскрепили где-то временными распорками где-то мы уже завязали нижней обвязку по низу мы сделали закрепили опять же через гидроизоляцию через уголки сами колонны и по верху будем обвязывать брусом 200 на 200 и потом дальше 200 на 400 в качестве материала из которого изготовлен данная фактически дом это используется сосна она склеена на меламиновые смолы и сама по плоскости доска клеена на шипас мы делаем запилы после этого мы уже обработали весь материал антисептиками консервирующими и после этого после того как мы уже соберем весь дом мы приступим к частичной покраски данного дома отдельно стоит поговорить об узле крепления колонны к фундаменту то есть нами как бы разработан индивидуальный узел для данного объекта который состоит из крепежа обычные прокатные уголки с болтовыми соединениями то есть для чего этот узел был предусмотрен ленточное остекление у нас планируется снаружи закреплять для того чтобы уменьшить объем теплопроводных включений или мостиков холода нами предусмотрено в отличие от фактверковой технологии доска 200 на 100 которая приподнята и под нее будет заводиться утеплитель то есть у нас фактически теплый контур он будет проходить под доской и замыкаться на окне то есть древесина в данном случае будет меньше влиять на теплотехнику данного узла потому что она будет с одной стороны закрыта окном с другой стороны она будет закрыта утеплителем вот также учитывая многочисленность колонн для удобства монтажа был предусмотрен такой вот крепеж значит что в нем особенного это обычный прокатной уголок 100 на 8 с креплением на анкерных болтах распорных значит предусмотрено отверстие которое позволяет при монтаже сдвигать колонну плюс-минус полтора-два сантиметра что в принципе для монтажа удобно потому что не надо ставить закладные детали не нужно привязываться к фундаменту достаточно установить выровнять колонну с учетом анкера и зафиксировать анкер для крепления применен распорный анкер то есть принцип его работы следующий значит после заливки фундамента и набором бетона необходимой прочности в бетоне сверлится отверстие под анкер по отверстие прочищается и устанавливается анкер и дальше когда он завинчивается происходит расширение вот этой нижней детали и она упирается в бетон то есть этот анкер эквивалентен в принципе анкеру который был установлен был как закладная но в данном случае он позволяет устанавливать там где нужно заклад там где нужны колонны без установки закладных деталей при бетонировании что упрощает процесс сборки при заливке бетонной плиты часто перепады высот там достигают 2-3 сантиметра что для дерева уже на в рубках полсечения это серьезная проблема поэтому там есть два подхода либо укладывают обвязочный брус по раствору сама нивелиру либо зачеканивают снизу то есть по уровню и выстраивают на нем каркас либо вот в данном случае мы предусмотрели для экономии древесины в том числе узел который позволяет адаптировать установку деревянных конструкций под неровности неточности бетонной плиты то есть мало того что узел позволяет горизонтально с помощью болта смещаться узел также позволяет это вот второй элемент 50 на 5 тоже стандартный прокатной уголок выполнен в таком вот виде значит вот через эти отверстия балка крепится вот это вот вот этот брус 100 на 200 крепится к уголку а эти отверстия они позволяют выровнять по высоте и установить балку в один уровень по периметру всего здания товарищи гаража у меня в общем нету вместо гаража есть навес на две машины то есть вот сюда машина заезжает и вот эти большие клееные балки их сечение 200 на 400 то есть это просто огромная вот так что померили толщина равна практически ширине плеч сергея вот и в общем именно вот эти большие балки и воспринимают эту всю нагрузку это перекрыто одним цельным деревянным пролетом если бы вместо этих деревянных балок у меня был бы металл то он был быть тем же сечением что интересно то есть 200 на 400 и это был бы например 400 и двутавр то есть сечение эквивалентны для клееного дерева и для металла а здесь выполнен такой зарез сюда будет вставляться из массива брус и будут добавлены раскосы они работают как диафрагма жесткости чтобы сделать эту конструкцию более стабильной ну что товарищи сборка силового каркаса моего дома готова мы показали вам некоторые узлы надеюсь они вам будут интересны и полезны если про что-то мы вам не рассказали пишите пожалуйста в комментариях что вам был будет интересно и обязательно до снимем это в следующих выпусках вообще в следующем выпуске мы расскажем про вторую часть этого дома потому что вот это только силовой каркаса будет еще обрешетка будет еще стропильная система и будет еще часть дома который выполняется из массива поэтому дальше будет только еще более интересно будем подробнее разбирать некоторые узлы и детали подписывайтесь пожалуйста на наш канал ставьте лайки и до новых встреч